Всем привет! Я Маргарита Шипила. В этом видео мы с вами поговорим по поводу приложения «Гости» в социальной сети ВКонтакте. Есть такое приложение в этой соцсети, которое очень полезно для тех людей, которые особенно развивают свою страничку как бизнес-страничку. Как его установить? Если у вас это приложение еще не установлено, вы вписываете в поиск «Мои гости». Вот первая строчка этого приложения. Кликаете. У меня приложение уже установлено, поэтому у меня открывается вот такая страничка. Если у вас приложения такого еще нет, у вас будет страничка с кнопкой «Установить». Вы кликаете на эту кнопку «Установить». Приложение попросит разрешения к вашим данным. Вы разрешаете, и оно у вас устанавливается. Следующий момент, который вам надо сделать, это отправить это приложение в левое меню, вот сюда, чтобы вы всегда могли к нему вернуться, не искать его на просторах интернета или у себя где-то в закладках. Поэтому кликаете на кнопочку «Действие». Вот это первая кнопочка. У вас будет «Добавить» в левое меню. Вы кликаете «Добавить» в левое меню, и оно у вас вот сюда поместится. Что вообще здесь можно делать в этом приложении? Ну, как я уже сказала, здесь можно следить за статистикой посещения, значит, вашей страницы. Вы всегда будете видеть, кто вас посетил в предыдущие там несколько часов или дней. Всегда можете сделать ответный визит этим людям, потому что если они к вам зашли, значит, они уже проявили к вам интерес. И, ну, как говорится, вам выгодно сделать ответный визит этим людям, чтобы они еще раз потом смогли к вам вернуться, если у вас, допустим, страница правильно упакована, и на ней интересно находиться. Поэтому вы всегда будете видеть, кто вас посетил, и вы можете им как бы сделать ответный визит. Вот эта страничка с теми людьми, кто были ваши гости. Пожалуйста, вы можете кликнуть правой мышкой на фотографию этого человека. У вас откроются в дополнительной вкладке страницы этого человека, и вы можете ему там поставить лайк или что-то прокомментировать. Следующая вкладочка – это «Поклонники». То есть вы здесь тоже можете зайти и посмотреть, кто был поклонником вашей страницы. Поклонник – это те люди, которые чаще всего к вам заходят. И, соответственно, тоже сделать им приятно, если вернетесь к ним на страничку и как-то там поактивничаете. Вы можете вот этот баннер отправить к себе в ленту, допустим, если вам это надо, и сказать «благодарю» вот этим людям, потому что они это, ну, скорее всего, увидят, если они, допустим, ваши частые гости. Здесь вы можете, допустим, вот в этой вкладочке продвигать свою страничку. Здесь тоже есть разные возможности для продвижения своей странички. Вы можете все это изучить, то есть вот эти вкладки изучить. Если, допустим, вам это надо, вы считаете, что вам это пригодится, вы всегда можете этим воспользоваться. Есть кнопка «Фотопоказ». Здесь вы можете заработать монеты бесплатно, то есть на просмотре других фотографий. Потом эти монетки точно так же потратить на какие-то свои нужды, как говорится, на то, чтобы продвинуться. Вот вам здесь потратить, мои показы и так далее. То есть вы здесь будете все видеть, как это здесь работает. Вы добавляете сюда какую-то фотографию, допустим, если вы хотите с помощью фотопоказа продвигаться. И все. И те люди, которые пользуются этой вкладочкой «Фотопоказа», они будут наравне, как со своими фотографиями, видите ваши. Ну и самая главная вкладка, именно вот вкладка по статистике, ради чего, в принципе, я и установила себе это приложение, это «Смотреть за движением людей на моей страничке». Во вкладке «Все друзья» здесь, значит, что есть. Те, кто недавно заходили, давно не заходили и заблокированы. Есть изменения в «Друзья». Те, кто недавно заходили, тоже вот заходите в эту вкладку и видите, кто к вам недавно заходил. Здесь вот указывается время, профиль человека. Вы всегда можете точно так же правой мышкой кликнуть по его имени и фамилии, перейти на его страничку, посмотреть, кто и что. Вкладочка «Давно не заходили». Эта вкладка, она вам для того, чтобы вы могли отслеживать, кого давно не было на вашей странице. Вот, допустим, взять «Заходила 7 месяцев назад». Вот представьте, человек 7 месяцев назад заходил к вам на страничку. Это говорит о чем, что человек вообще не интересуется, в принципе, тем, что вы публикуете, не интересуется тем, что вы, как говорится, транслируете в этой социальной сети. Соответственно, вы всегда можете от него отписаться, от такого человека. Ну, то есть вам не активные друзья, вам не нужны. Вы должны понимать, что количество друзей, вот когда заходишь на страницу к человеку, у него там написано там и 10 тысяч друзей, там и 100 тысяч подписчиков или еще как-то. Вы должны понимать, что количество друзей, оно вообще практически не играет никакой роли. Самое главное, чтобы эти друзья были активными. Ну, то есть время от времени хотя бы следили за тем, что вы делаете. Если они не интересуются вашей страницей, то эти люди не видят, что вы им транслируете. Соответственно, ну, смысл их держать в друзьях. Для количества и какой пользы вам это не принесет. У вас может быть 3 тысячи друзей, там 10 тысяч подписчиков, но если зайти к вам на страницу, то можно увидеть, что у вас там несколько лайков, несколько комментариев на всю вот эту большую арабу людей. Это говорит о том, что вашу страницу мало кто посещает. Второй вариант, допустим, у человека может быть 100 друзей, но когда к нему заходишь на страничку, видно, что у него большое количество комментариев, большое количество лайков. Вот, допустим, смотрите, как и здесь. Вот, допустим, вот, 358 друзей, 44 подписчика. И вот здесь вот в ленте видно, что много комментариев, люди ставят лайки. Все это видно. Видно, да, 19 комментариев. Это говорит о чем? О том, что к вам люди заходят и проявляют свою активность. Поэтому упор на количество старайтесь не делать, старайтесь делать упор на качество. Поэтому вот эта вкладка «Давно не заходили». Она вам поможет проследить, кто давно к вам не заходил. И этих друзей просто надо отправлять в подписчики. Заходите к нему в гости, удаляете его из друзей, и он переходит в категорию подписчиков. Он будет видеть вашу страницу. То есть, если он когда-нибудь там в ленте, допустим, прокручивает ленту, будет видеть. Но он уже не является вашим, как говорится, другом, не занимает места. А на место вот этого неактивного человека вы всегда можете добавить того, кто будет с вами активно взаимодействовать. Поэтому вот эта вкладка, она очень важна для вас. Регулярно ее посещайте и отслеживайте. Следующая вкладка, не менее важна, это «Заблокированные друзья». Когда у вас в друзьях набирается большое количество вот таких заблокированных друзей, то это плохо для алгоритмов социальной сети. Поэтому тоже регулярно сами себе выбирайте промежуток времени, в какой вы будете за этим следить. Но это надо делать регулярно. Вы должны удалять вот такие собачки, удаленные страницы, и своих друзей. Как это делаю я лично? Я копирую имя человека, открываю свою страничку во второй вкладке, открываю вкладку «Друзья», и вот здесь поиск «Друзей» я вставляю вот это скопированное имя заблокированной страницы, и удаляю. Все, этого человека больше нет у меня в «Друзьях», соответственно, эта собачка не висит у меня мертвым грузом в списке моих друзей. И вот по такому же принципу я прохожу по всем вот этим забаненным страничкам. Потому что мне они абсолютно не нужны. Зачем они мне нужны? Для количества они тем более не нужны. Если, допустим, просто страничка от того человека, который давно не заходил, это одно. А страница забаненная, зачем она мне вообще нужна? Поэтому нужно регулярно удалять вот эти страницы. Тем более, еще раз повторю, для алгоритмов социальной сети ВКонтакте это вредно, когда у вас в «Друзьях» висит много собачек. Потому что все вы сегодня знаете, что создается огромное количество левых страниц фейковых, с помощью которых люди пытаются вести свой бизнес, развивать. Они не знают, как это грамотно делать, поэтому создают большое количество фейковых страниц. Эти фейковые страницы им регулярно социальная сеть банит. Поэтому, когда мне, допустим, в «Друзьях» добавляется новый контакт, я даже, в принципе, и не переживаю от того, фейковая, не фейковая страница. Я знаю, что если человек грамотно работает с фейковой страницей, значит, он будет с нее работать, и она будет как бы действовать, эта страничка. Но если человек работает неграмотно, его социальная сеть забанит, и я через некоторое время приду и удалю его из «Друзьях». Раньше меня это, как говорится, напрягало. Я старалась выбирать фейковое и не фейковое, а сегодня я уже на эту тему совсем не парюсь. Социальная сеть сама уже отсеет все вот эти странички людей, которые неграмотно работают. Все, вот именно с помощью такого приложения вы можете вот так все это дело контролировать. И если вы зайдете вот сюда во вкладку «Мой профиль», вы будете видеть точно так же статистику, кто больше посещает вашу страничку, девушки или парни. И здесь будет все это видно. Друзья, вот такой сегодня видеоролик я вам записала. Если кому-то было это полезно, ставьте обязательно лайк, подписывайтесь на мои новые видео, потому что время от времени я выставляю новые какие-то полезняшки для продвижения бизнеса в интернете. Поэтому, если вам это было полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. Если у вас остались ко мне какие-то вопросы, обязательно задавайте. Мои контактные данные есть под этим видео. С вами была Маргарита Шипила. Всем желаю счастья, здоровья и радости. Спасибо. Спасибо.